всем привет с вами исхал на богеминг и игра димак 3 наконец-то я добрался до этого шалфея короче попытаюсь поговорить с людьми какой-то задача да ты права наконец говорить никакой я не артиста просто бабник и бренчала ты представляешь назвала меня бренчал и и все больше нравится эта девушка да ну тебя и не возмущайся лучше докажи что она ошибается раз это я и собираюсь сделать я всегда мечтал открыть кабары и это место прекрасно для этого подойдет нужен только небольшой ремонт есть только одна загвоздка мне нужно деньги так что если у тебя вдруг случится небольшой перерыв между утопцы маяки мы может поможешь но сначала проговаривались открыть кабары да я годами об этом мечтал с того самого дня когда мы были в кабаре в оксенфурте помнишь там еще танцовщица висела на люстре и когда она уже была вверх ногами то позвала тебя и помню ну вот а тут будет еще лучше я обещаю ну то есть конечно если мне удастся достать средства на ремонт ну за сколько тебе нужно я могу тебе одолжить спасибо геральт но я не взял бы от тебя не кроны знаешь поговорку хочешь потерять друга тогда ему взаймы или я хотел дать денег чтобы попроще совсем дать я когда-то встречался с одной девушкой с холастик ее отец купец возит пряности из зерека и ни в чем доченьки не отказывает вот у нее мы и займем кажется припоминаю это не так которую ты бросил не сказав ни слова выскочил за вином и не вернулся так вот зачем я купил эту бутылку это было уже довольно давно и я немного изменился поэтому мне так нужно сила твоего авторитета что-то мне не нравится это затея опять ладно говори в чем дело твои чувства у тебя уже готов целый план после нашего внезапного расставания с холастик на меня наверное дуется но думаю если ты немного поможешь она меня простит а потом у нас займы что я сомневаюсь тебе помогу давайте по порядку прежде всего нужно одолжить тупой меч из реквизиторской мадам и рэн ну знаешь такой таким пользуются во время представлений когда ты его добудешь мы встретимся у дома с холостик так что-то у меня подозрение такие есть предположим я соглашусь и схожу к мадам рэн а ты что будешь делать мне надо еще кое-что закончить но обещаю управиться до тех пор как ты вернешься с мечом тогда я тебе все расскажу ну ладно в этом плане нет никаких но все будет хорошо вот увидишь возьми меч мадам и рэн и как стемнеет увидимся у дома схоластики ладно пойдем тогда все таки или у меня было бы воротой нету подать шестой в тайничок сначала загляни так что-то у нас тут а надо скинуть и вот это все это не злась на сумму какая лупость какую-то ты ведешься видимо было я всю семью уже парень сына черные убили я так это куда мне можно сюда а черт там должен пройти за чо это за что спасибо рада тебя видеть у меня просьба я хочу одолжить кое-что из вашего реквизита бутафорский меч зачем он тебе еще не знаю но лютик утверждает что он ему нужен позарез я так и знала что с этим как-то связан мастер лютик смею надеяться вы не собираетесь со мной конкурировать прошу благодарю постараюсь его не повредить будьте здоровы ну ладно пойдем назад ну ладно пойдем назад ну ладно я заблудился походу я заблудился походу можно проще телепортироваться да можно пешочком дайте и Играет музыка Цирюльник. Че здесь цирюльник? Я так и думал, что придется играть эту сценку разбойника и, блин, спасителя. Ты собрался сделать из меня этого разбойника? Ты все схватываешь на лету. Ммм, да. Так, все, план, по-моему. Ты серьезно? Это и есть твой гениальный план? Ну, я никогда не говорил, что он гениальный. Ну, лучше хоть какой-то план, чем никакого. Да они прошли взять у меня здесь, да? Что ты написал? Ну, чтобы ты знал, что говорить во время действия. Вот. И Мах, наденью, чтобы сховастик тебя случайно не узнал. Но нет времени объяснять. О, сховастик идет. Действуем по плану. Утром встретимся в шалфее. Мм, да. Не с места. Что? Что происходит? Спасите! Что рожа у него такая? Сегодня не твой счастливый день. Гони кошелек. Не так быстро. Брось меч, мерзавец. Это твой единственный и последний шанс. Лютик? Да, это я. Хотя подонки этого города называют меня Пурпурный Мститель. Скорее Пурпурный Балабол. Че, мне реально бумажек и бумажки надо было читать? Так я же его уделаю сейчас. Вы че? Вы че, серьезно? Я же его сейчас уделаю, блин. Или мне не сопротивляться, я че-то не понял. Я даже не знаю, че я должен делать-то сейчас. Я же его сейчас так вот убью уже просто. А если продолжу. Наконец-то, блядь. Снова торжествует. Мой герой. Ты не ранен? Она че, реально повелась, че-то? Он меня задел. Очередной шрам в моей коллекции. Пойдем ко мне. Я тебя перевяжу. Убирайся отсюда мерки бандюга. Или Пурпурный Мститель пересчитает тебе кости. Че, реально че-ли повелась? Ой-ой-ой, это че уж, Галина. Если бы я еще по бумажке читал, да вообще была бы херня какая-то, по-моему. Да. Пьем, короче, в этот розмарин. Будем ждать там Лютика, когда он наконец придет. Что за фигня? Где у нас этот шалфей розмарин-то, я че-то не понял. Для кого-то уж больно, мы бежим. Вот и он наконец-то. Ну ладно. Так, и где здесь Лютик? Вон еще не пошел. Мне он никогда ничего не дарил. Кто давать не умеет, тот ничего не получает. Что? Это я. Дала бы я тебе скидку за эти два... Так, ладно, давайте тогда, значит, дождемся рассвета. И с утра. Где? Ну и че? Это какая-то ошибка? Вы пришли слишком рано. Договорились на сегодня. Вот мы и приехали. Материал привезли. Рабочая сила рвется в дело. А денег-то не туча? Госпожа начальница, будьте так добры, выбрать декор. И мы начнем уже, наконец. Но Лютику даже не из чего вам заплатить. Кажется, уже есть из чего. Или скоро будет. Во всяком случае, он над этим работает. Ну, все путем. Решайте уже, наконец, в каком стиле желаете иметь интерьер. Почему ты меня с меня спрашиваешь? Почему ты меня об этом спрашиваешь? Потому что госпожа начальница что-то не умеет ничего решить. А мастер Лютик говорил, что думает между стилем бодуара и театральными декорациями. Но к нашему приходу непременно решит. Мы уже здесь, а решения как не было, так и нет. И госпожа еще в таком удивлении, что должна что-то выбирать. Хотя вроде как весь ремонт для нее и затевался. Для меня? Так ведь не для меня же. Решайте уж, наконец, а то меня сейчас кондратьте и хватит. Решай давай. Не знаю, что больше понравится Лютику. Геральт, ты знаешь его дольше? Скажи что-нибудь. Я сам без понятия. Не, сама решай давай. Может мы и знакомы дольше, но ради меня он ни разу даже носков не переоделал. Не говоря уже о том, чтобы устраивать ремонт. На самом деле он делает все это для тебя. Значит тебе и решать. Да, но что-то я сомневаюсь, что он и правда для нее делает. Эдуар ассоциируется у меня с чем-то элегантным и женственным, но в то же время с острыми коготками. Вот и ладненько. Наконец-то. Ребята, кончай перекур за работу. Что-то я, не знаю, хорошо ли все это закончится. Да, вижу, с этим кабаре все серьезно. С тех пор, как он получил это место, он только и говорил о кабаре. Но я даже не думала, что он перейдет от слов к делу, тем более так быстро. Может теперь он даже остепенится? В конце концов, ему придется приглядывать за делами. Вот это было бы зрело. Да что-то я сомневаюсь. Вопреки тому, что... Скорее, он сейчас опять в неприятности встает. Лютика очень рациональный подход к жизни. Мы говорим об одном и том же Лютике? Он же за одну ночь может просадить состояние в половину Новиграда. Но при этом он ответственный. Он всегда платит вовремя всем, кто здесь работает. Ни разу не завалил ни одного выступления. Да, но... Это не показатель. Он говорил, что раздобудет денег и забежит к Полли, нашему хореографу. А то она в прошлый раз не пришла на репетицию. Надеюсь, он не вляпался в очередные неприятности. Да по-любому вляпался. Все возможно. Схожу его, поищу. Блин, еще и искатели. Ох, найти Лютика, блин. Вот это задачка, а. По-любому в приятности вляпался. Куда мы бежим? М-м-м. Кузнецов, что ли? Так же это тебя, стража, в город отпустила. А? Ну я и... Ты моя... Глажная. Так. Это он к этой хореографе. Что за крики? Полли ссорится со своим женихом-придурком. В этом городе только она разбирается в хореографии. А этот баран не позволяет ей на меня работать. Погоди, а... А что ты тут, собственно, делаешь? Мы должны были встретиться в Шалфее. Должны, но тебя не было. Присцилла начала волноваться, и я пошел узнать, что с тобой. Она волновалась из-за меня? Это так мило. Для нее, в отличие от тебя, не слишком. Так что идем обратно. Ты не слышишь, что там творится? Надо помочь Поле, и... И почему красивые женщины всегда связываются с такими козлами? Понятия не имею. Отойди, я выбью дверь. Ходи. Может, не будем сразу разносить ее дом? Где-то здесь у нее был запасной ключ. Ладно, давай найдем этот ключ. Ладно, давай искать. Так, где же я должен его искать? А, во. Тут-то. Тут его нет. Может, в ведре? О, нашел. Вот и ключ. Ну, давай, вставай, ведьма. О, какого дьявола? Убирайтесь из моего дома. Смени тон и оставь эту женщину в покое. Это моя невеста. Но не твоя собственность. Я люблю тебя и не позволю, чтобы ты сверкала задницей в этом его борделе. Минуточку, минуточку. Вижу, тут произошло ужасное недоразумение. Я вам сейчас мигом все объясню. Засуйся в жопу свои объяснения. Понял? Убирайте отсюда, или я тебе рожу... Слышь, мужик, ты послушай сначала. Мой друг вежливо просит, так что сделай мне одолжение и выслушай его. Или мы поговорим по-другому. Ну ладно, говори. Хуби, верно? Оля много о тебе рассказывала. Она говорила, что ты эрудит, что ты всегда открыт к новым идеям. Ты так говорила? По-моему, она так не говорила. Я человек открытый, но моя открытость заканчивается там, где моя невеста начинает вилять попой по борделям. Убирайтесь отсюда, оба! Оля никуда с вами не пойдет! Дай ему закончить. Речь вообще не про бордель. Видишь ли, приятель, Геральт верно говорит. То, что лежит на столе, это старый плакан. Старый? Очень. Еще с тех времен, когда владельцем заведения был другой человек. Я бы никогда не допустил, чтобы в моем кабаре творились какие-либо бесстыдства. Мне репутацию не позволяет. Что ты вообще тогда затеял-то? Твоя невеста классная артистка. И я хочу, чтобы она занималась делом, достойным ее таланта. Она будет хореографом. А это означает процент от каждого представления, которое я ставлю. Значит, деньги. Сразу на деньги прию. Никакого виляния попой. Вот тебе мое слово. Хм. Ну, раз так. Я знала, что ты согласишься. Значит, решено. До встречи в шалфее, Полли. Ну вот. Ну, я побежала. Полнее мирно все решили. Я тебя догоню. Я думал, что будет хуже. Неплохо ты все устроил. Когда ты назвал его эрудитом, он окончательно обалдел. Самое важное в переговорах – быстро найти чувствительное место оппонента и нужным образом на него надавить. Ну что, возвращаемся? Мне нужно еще заскочить к Латарку. Я давно заказал ему новые плакаты, а у Хуби все равно была старая версия. Сейчас кому-то придется долго объясняться. Да это я сам зайду, а? Так, я схожу к художнику, а ты возвращайся в шалфей, а то пристыла намылят мне шею. Правда? Сходишь? Еще минута, и я передумаю. Говори, где он живет. В портовом квартале. Я скоро вернусь. Давай, Ужик. Топай отсюда. Ну-ка, ты пошел? Вроде бы пошел. Ладно, побежали в портовый квартал. Заберем эти афиши. Если я вообще до туда дойду еще. Так, надо не забыть сегодня про то задание. Поддержи видника. А-а-а-а! Ну хоть в ту... Толегу еще бежать, не? А-а-а-а! А-а-а! Бандиты? Ну, зашибись. Я еще некоего Латвика. Не ты один. Этот сучий низушек в долгах у половины города. А я как раз собираюсь получить свое. На всех тут не хватит. Так что убирайся отсюда. Кто успел, тот и съел. Ты зря это сказал. Напрасно вы-то. Э, вы что, вы что, решили, что я буду на кладках? А, невозможно? Ну ладно. Эй, эй, эй! Меня... Ну давай! Так не честно, блин. Вы толпой на меня. Блядь, они же меня сейчас уделают. По-моему. Да, блядь, я не могу заблокировать даже. Эй, 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 эй! Блин. Эх ты, сука! Давай, я тебя замордуй. Да-да-да-да, дай мне тебя убить-то. То есть не убить, а запинать. О, наконец-то. Фух, я уже думал, сейчас меня уделают. Ну что-то. Мне нужны плакаты. Нет тут никаких плакатов. Алатрик? Где он? А? Небось там же, где и всегда. Спускает последние деньги на скачках у Вигельбудов. Увидишь? А мог бы сказать все сразу. Погри сладко в резиденции Вигельбудов. Ух ты ж, ёпанаврот. Это ж далековато бежать-то, ёмая. Зараза. Ну, лично от него и не проблема, от этого личка. Так, поехали. Вот сюда. Да. Дам сохраниться А теперь побежали искать этого латрика Блин, тут тоже какое-то задание Но ведь ты из-за этого не остановишься Скоро у меня не останется Ну-ка, давай Ты Латрик? Генрих Латрик Художник, банкрот и жертва искусства К твоим услугам Меня прислал Лютик А, да Скажи ему, что его плакаты сейчас в безопасности В тайнике Но сходить за ними я не могу Мой дом захватили бешеные кредиторы И раз одного из них я даже встретил Ну вот, видишь А вдобавок граф Делувертен Дал мне шанс отыграться И хочет со мной поспорить на все мои долги Ты чего так горчаешься? У тебя есть шанс одной ставкой Расплатиться со всеми долгами Последнее время у меня черная полоса И если я соглашусь на предложение Делувертена И проиграю То до конца жизни буду к нему привязан Давай я выберу для тебя скачки Сделаем так Я буду участвовать в скачках Ты на меня поставишь, отыграешься, выплатишь долги И отдашь мне плакаты Ты что, такой хороший наездник? Еще какой? Иди скажи графу, что принимаешь его предложение Главное выиграть теперь Итак, давай Ну, пошла Ну-ка, давай Оу, у меня сейчас самого обыграет, походу Мне еще главное с дороги не съехать А то я могу это сделать Там кто-то скачет уже что-то Впереди меня Или это просто лошадь Офига себе Лошадь скачет впереди меня Это нехорошо Мне надо ее обогнать на всякий случай Прикольно, сейчас проиграю Зачем лучше там переискачет Не понял Так, я выиграл? Спасибо А, выиграл Я не ожидал Могу я спросить Откуда такая щедрость? Ну, скажем Время от времени Я люблю делать что-то хорошее Ну, так что Теперь можем идти за плакатами? Я принесу в шалфе и розмарин Как только все утрясу Договорились До встречи Ну, окей Надеюсь, ты их правда принесешь Так, ладно Мне вернуться ключик надо Тут, блин, еще какое-то здание Че-то Не понял Что за здание? Где-то он там Ну, это потом уже Блин, сюда наведаюсь А сейчас давайте Мы сходим Телепорту к этому И перенесемся к лютику Надеюсь, на этом Мы наконец закончим Разбираться с его проблемами Проблемно Это детская Это ключик Юмая Служил вечно Молодец Счастье Сегодня торжественная Так, где ты Бичхоти? Ах Кое-как Бывало в жизни Получше Но жаловаться Не приходится По крайней мере Я до сих пор Не на костре Мда Это мы садим Ну, пока Короче, не буду Створить Не ты мне нужен Сейчас Эти болманы Меня в жизни Не выслит Не ты мне Сейчас мужем Я надо вот С мячком поговорить Ну, Лютик Че? На хуру Вижу, бригада Без дела Не сидела Вышло И правда Неплохо Ну, получилось Хотя я думал О чем-то более Ну, понимаете В театральном стиле Тебе не нравится? Я думала Будуар Придется тебе По вкусу Так это Ты выбирал? Я вовсе Не говорю Что Так плохо Просто Я все Иначе Себе Представлял Знаешь А если Задуматься То ты Права Да В стиле Будуара Прекрасно Подходит Кабаре А что С Латрак Ты принес Плакат? Латрак Сказал Что Сам Занесет Отлично Это будет Лучшая Реклама Для Хамелеон Хамелеон Ты не говорил Что Хочешь Сменить Название Шалфей И Розмарин Совсем Неплохо Но Это Напоминало Ресторацию С темерской Кухней И С официантками В народных Костюмах Хамелеон Больше Подходит Кабары Ну И Явно Намекает На то Что Характер Самого Места Изменился Потом Хамелеон И Звучит Как-то Лучше Нет Не сказал Что Лучше Ну Кажется Все Готово Когда Открытие Скоро Через Час Генеральная Репетиция Я Только Заскочу Домой За платье Спасибо За Все А Мелчи Когда Видимо Опять Обрастим Стро Моя Мечта Кабары Вот Вот И Сполнится Может Отметим Я Угощаю Нет Спасибо Я Не хочу Спасибо Мне Что Не Хочется Дело Твое А я Выпью Мне кажется Не стоит Пить Мастер Говорил Что Ты Разговаривал С Пусть С Разговаривал Она Говорила Что Нибудь Обо Мне После Разговора С ней Я Сделал Выбор Что Она Не Вполне Нормальная Что Что Ты Ответственный И Твердо Стоишь На Земле На Этот Раз Нет И Вот Здесь Я Вынужден С Вами Попрощаться Так Как Следующая Неожиданно Так Резко Новое Задание Никак Не Слово Нелегко И Приятного Задания Которые Вставления Четыре Часа Пришлось Читать Почишь Пап Ну Что Именно Это Будет Вы Увидите Уже В Следующем Да Ты С С Ума Что Лишь За Кого Ты Меня Принимаешь Подписывайтесь И До